всем мира добра и любви сегодня я буду затачивать вот такой столовый нож эта заточка будет по просьбе одного из зрителей моего канала он спросил можно ли затачивать столовые ножи и насколько хорошо можно заточить эти столовые ножи это будет первая заточка вот такого столового ножа я нашел его так совершенно случайно я не знаю какая здесь марка стали и поэтому я не знаю насколько хорошо его можно заточить но сейчас мы будем все это проверять и я не знаю насколько он ровный вот так я смотрю вроде бы ровный а если смотрю вот так такое впечатление что есть какой-то изгиб возможно это такое просто впечатление поскольку я не знаю сколько ровные здесь спуски нож как будто просто заготовка какая-то под нож поскольку здесь сведение 06 вообще нет режущей кромки он абсолютно тупой порезаться таким ножом нереально просто поэтому работы будет немало мне просто надо будет делать подвод на вот этой заготовки сведенной в 06 вот такой столовый нож у меня сегодня на заточке и затачивать я его буду с помощью своей точилки ruixin pro rx 008 с моими доработками это кардинальные изменения точилки ruixin pro rx 008 и вспомним как с как работать с вот этой точилкой поскольку в предыдущих видео я затачивал точилкой ближе из коробки то есть без изменений практически без изменений а здесь уже много изменений и эта точилка конечно же намного комфортнее намного интереснее и работать с этой точилкой само удовольствие но сейчас все это мы в принципе проверим и затачивать этот столовый нож я буду с помощью своего комплекта китайских алмазных камней вот эти камни работает уже у меня три года даже больше вроде бы уже а вот этот камень ему где-то полгода но поскольку здесь много работы с помощью вот этих камней это будет очень долго работать то есть если я возьму камень в 400 грит который работает уже три года он агрессия там совсем другая чем вот в этого камня который работает полгода это также 400 грит если не ошибаюсь да и но с помощью этого камня я попробую сделать этот подвод на вот этом столовом ножи если я увижу что процесс очень медленный тогда я возьму даже новый камень в 200 крит чтобы сделать этот подвод а дальше уже буду работать своими камнями которые работают три года это 400 800 полторы тысячи три тысячи грит и в конце уже покажу вам результат со заточки посмотрим насколько острым будет нож ну и в принципе все дальше процесс заточки так и так 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 Продолжение следует... 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 Итак, вот такая получилась заточка, это бритвенная острота, и это у нас столовый нож. Это вариант быстрой заточки. Почему быстрой заточки? Здесь больше всего времени ушло на создание подвода, поскольку здесь его не было. Это была просто заготовка под столовый нож. А дальше я просто очень быстро прошелся каждым бруском. Это 400, 800, 1500 и 3000 грит. Потом кожа. И потом это полировка или доводка на кожу. И вот такая заточка у нас получилась. В идеале здесь надо было просто выровнять. Видите, какие волны здесь на подводе? Здесь не только сведения неровные, то есть здесь нет по всей длине вот этой кромки 0,6 градусов сведения. Здесь разное оно. Здесь такое себе качество. И получается, что не только неровный подвод, вернее неровный спуск или сведения неровные, но и вот такая есть волна. И получается, в одном месте мне надо было работать больше, в одном меньше. И это сложность. Поскольку если бы я сначала выровнял, вот взял, например, на гриндере, выровнял режущую кромку, а дальше уже делал заточку, тогда все было бы интереснее. Но и так получился очень острый нож, бритвенная острота, волосы просто разлетаются. Вы это видели. Я уже демонстрировал после заточки. И вот сейчас, смотрите, просто в касании сбриваются волосы. Он безумно острый. И вот он ответ тому зрителю, который попросил меня заточить нож и спрашивал, можно ли заточить очень хорошо столовый нож. Да, можно. Вот бритвенная острота вам столового ножа. И вот он как с легкостью. Прислушайтесь, какой тихий срез. Этой газетной бумаги. То есть здесь реально очень-очень хорошая острота получилась. Я не знаю, на как долго хватит вот этой заточки на этом столовом ноже. Это надо проверять. Но тот факт, что заточка получилась бритвенная и можно заточить этот нож до бритвенной остроты, это факт. Еще хочу сказать, что порадовала эта точилка. Работать с этим станком само удовольствие. Если кому-то понравилось, есть видео у меня на канале, как собрать вот такой же станок, как у меня. Из Ruixin Pro RX 008. Единственное, что я ощущал во время заточки, это вот этот держатель. Я уже привык к другому просто. И я искал положение удобное для себя. Поскольку вот в том, к которому я привык, здесь рукоять, и я держусь за рукоять. Там максимум контроля и чувствительности. А здесь уже надо было приспособиться. Просто забыл уже, как работать с вот этим держателем. А так все просто очень понравилось. И результат также понравился. На этом все. Всем мира, добра и любви.